Позади меня находится новая ветроэлектростанция Росатома мощностью 95 мегаватт. Ее запустили в Труновском округе Ставропольского края. Так, ветропарк Ставрополь сможет ежегодно обеспечить 40 тысяч домохозяйств электроэнергии. В эксплуатацию ввели вторую очередь Труновской ветроэлектростанции. Так, 14 новых мельниц Труновской ВС теперь превращают ветер в энергию. Всего же здесь 38 установок. Однако, останавливаться на достигнутом не предполагается. Ведем переговоры сейчас по 8-му ветропарку, который предположительно будет в Туркменском районе Ставропольского края. А также ведем переговоры по размещению еще одного ветропарка на территории Кочубеевского района. Масштабы установки впечатляют. Высота одного ветряка достигает 150 метров, а это примерно 50 этажей. Этот объект стал воплощением самых передовых технологий, а его строительство заняло порядка двух лет. Первый этап Труновской ВС был введен 1 октября прошлого года в эксплуатацию и составил установленной мощностью 60 мегаватт. Труновская ВС находится недалеко от Медвежинской. Это позволило сэкономить на управлении. Оно будет осуществляться с соседнего ветропарка. В данный момент мы находимся возле Арма, в котором реализован программно-аппаратный комплекс для управления ВЭО, то есть ветроэнергетической установкой. Здесь мы можем посмотреть ее параметры, то есть скорости ветра, направление ветра, скорость вращения ротора, текущая генерация на данный момент, напряжение, частота. Все это можно отследить. Так, в режиме реального времени сотрудникам удается собирать информацию о функционировании каждой ветроустановки. В случае выявления каких-либо отклонений, обслуживающий персонал получает уведомления и может своевременно проанализировать ситуацию и отреагировать на нее должным образом. Динара Эфиндиева, Арсений Саркисов, АТВ, Ставрополь.